Добрый вечер, глупо уважаемые коллеги. Мы продолжаем традицию знакомить вас с теми тезисами, которые были присланы к нам на конференцию. Я постараюсь быть кратким, потому что это последний доклад нашей секции. Итак, сегодня очень много говорили по поводу баланса и поляризации различных клеток иммунной системы, по поводу того, что нам для достижения успешного противопухолевого иммунного ответа нужна гармонизация. И здесь, на самом деле, мы чем больше изучаем взаимодействие различных клеток в опухолевом микроокружении, тем больше мы понимаем, что у нас появляются все более и более новые субпопуляции клеток, игроки. В частности, для примера приведу лимфоидные клетки врожденной иммунной системы, к которым относятся, с одной стороны, всем известные НК-клетки, но, с другой стороны, которые содержат еще 4 популяции регуляторных клеток, рассчитанных именно на организацию иммунного ответа, причем достаточно специфического и противопухолевого, и направленного на грибы, и на гельминтов. И эти клетки могут давать патологическую поляризацию процесса. И целый ряд работ, в принципе, описывал различные аспекты такой поляризации. Так изучались сами клетки врожденной иммунной системы второго типа, которые как раз обладают скорее проопухолевыми действиями. Оказалось, что такие клетки преобладают при опухолях молочной железы, и при этом они не экспрессируют ПДА-1, и, возможно, из-за этого у нас не так хорошо получается с антипидиадин-терапией при этих опухолях. С другой стороны, мы видим, что есть определенная поляризация в сторону техелперов второго типа, которые также не экспрессируют ПДА-1. И есть целая работа, посвященная программированию моноцитов при раке молочной железы, которые фокусируются именно на вопросах программирования клеточного микроокружения, соответственно, в вопросах его использования в дальнейшем в лечебной тактике. С другой стороны, мы видим и работы, посвященные М1 и М2 микрофагам, структурам этих популяций, что самое главное – моделирование этих систем для последующего изучения различных методов уже таргетной иммунотерапии. С другой стороны, целый ряд работ посвящено развитию методов иммунотерапии. Мы знаем, что сейчас развивается активно три таких глобальных и взаимосвязанных направления. Это использование адаптивной клеточной терапии с искусственными клетками, с искусственными конструкторами. Это использование вакцин и сопутствующие методы лечения. И использование моноклональных антител. Как раз два таких ключевых направления клеточной терапии были освещены в наших тезисах. Два тезиса были посвящены вопросам именно повышения эффективности противоопухолевых вакцин. А эффективность эта зависит от двух компонентов. Это, собственно говоря, от характеристики антигенов. И работа Зудакова с авторами была посвящена изучению иммуногенных неоантигенов. Это очень популярная, очень перспективная тема развития. То есть мы пытаемся вызвать иммуноответные неоантигены, которые оприровались, получились в опухоли. И это создает специфичность такой работы. С другой стороны, в вакцинах второго поколения очень важна роль сопутствующей терапии. Как раз работа Ефремовой с авторами была посвящена роли метрономной терапии при дендритно-клеточных вакцинах как метода, повышающего их эффективность. Адаптивная клеточная терапия. Здесь на слайде я попытался сгруппировать те подходы, которые есть. И то место, в которых используют адаптивную клеточную терапию. Мы сегодня слышали доклады про создание карты лимфоцитов, про тилы, лаки. У нас появились новые клетки, фармациты. Это селектированные лимфоидные клетки, которые нагружены различными статическими препаратами. В частности, в адгене хистезисов описаны уже фармациты к фактору эндотелевального роста, сосудистый эндотелевального фактора роста. У нас описывается создание модели каров к CD125 антигену. Это известный антиген, который существует во многих опухолевых клетках. Это и различные методы в экспансии. Потому что все эти антигены, все эти клоны, они существуют как в CD4, так и в CD8 клетках. И надо очень внимательно относиться именно к составу субпопуляционных клеток. А этот состав управляется уже цитокинами, которые описаны в целых двух из работ в наших материалах конференции. Вы можете посмотреть. Какие еще перспективные направления исследования существуют и какие отражены в наших тезисах? Это, безусловно, работа, посвященная биомаркерам и как генетическим биомаркерам, таких как МРНК, и иммунологическим маркерам, таких как тканевые иммунологические маркеры экспрессии и изучение характера опухолевых вентрирующих лимфоцитов, в частности, при раке молочной железы. Важным вопросом является создание модели опухолевого процесса. И исследование из нашего центра показало, что пространственная организация имеет большое значение. Такие модели более релеванты и позволят, наверное, более точно в пробирке оценивать эффективность различных новых методов терапии. Поэтому, безусловно, разработка таких методов перспективна. С другой стороны, важны очень метаболические аспекты опухолевого роста. И здесь представлена работа по зависимости химиорезистентности опухоли колоректального рака от метаболического статуса опухолевых клеток и влияние различных микроэлементов, в частности, цинка, на пролиферацию тимоцитов у мышей, что является экспериментальным исследованием. Таким образом, тот спектр тезисов, которые у нас поданы, они говорят нам, что показывают те современные направления иммунотерапии в злокачественных опухолях, в которых мы сейчас идем. И отрадно видеть, что наши отечественные исследования тоже не только догоняют какие-то разработки, но и продвигают это поле. И, соответственно, в материалах нашей конференции вы можете познакомиться с данными работами и отследить уже публикации авторов, возможно, в более серьезных журналах. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.